Удалось найти детектор поиск и с помощью апгрейда достать из темных зон три артефакта, после чего стрелок вернулся на янтарь и с епифанцевым активировал генератор, чтобы вытащить попавших в зазеркалье. Однако в какой-то момент стрелок замечает, что епифанцев делает что-то с генератором, вероятно пытается сломать, пришлось применить к нему силу. И действительно, как сказали спасенные, это никакой не епифанцев, а радист, из-за которого и случилась вся трагедия. Не забывайте оставлять свои лайки под этим видео, наливайте себе вкусный горячий чай, приятного просмотра. Шуруп, я нашел БТР, но мне нужна помощь. О, правда нашел? Обалдеть, мэн, так а что там с ним, рассказывай. Поврежден, топлива нет и бортового электропитания, но с повреждениями это не проблема разобраться. Дам тебе ремкомплект, подлатаешь чуток, до базы доехать хватит. Бензин и канистры тоже у меня найдется, а вот с питанием, слушай, мэн, а он там сколько примерно находится вообще без топлива? И вообще, получается же примерно с пару недель, если я правильно помню, тогда скорее всего его родному аккумулятору кранты. Он там высокотехнологичный, литий-полимерный, а их нельзя просаживать, по заряду меньше минимального порога. Скорее всего, зарядить его уже не удастся. Точно такой же аккумулятор мы точно не достанем. Но там, на этих БТР, хотя бы напряжение бортовой сети стандартное. Можно обычный свинцово-кислотный автомобильный аккумулятор использовать, чтобы запустить системы. А у тебя такой найдется? К сожалению, нет. Я последний на баги поставил, но их не проблема найти, по зоне много валяется. Слушай, поищи на свалке, наверное. Там много транспорта захороненного. А его когда там оставляли, никто с них аккумулятора не снимал, так как они были ничуть не менее активны, чем корпус самой машины. Фонит он, конечно, будет прилично, но для наших целей подойдет. В общем, пошарься там на свалке, посмотри машины. Если найдешь аккумулятор, тащи ко мне. И еще, три артефакта батарейка найди для зарядки. Я аккумулятор заряжу, и мы сможем тогда БТР запустить. Ясно. На свалке, значит. Ну ладно, прогуляюсь, не впервой. Вот это прикол. Так, во-первых, у него, конечно же, можно подчиниться, это все. Но неужели на М-ку он не ставит обвес? Я подумал еще, знаете, хорошо, техник на кордоне, там только калаши улучшает. Но может быть, шуруп будет улучшать натовские. Ну, потому что понятно, да, как бы натовки, все дела. Такие сваловые свободосы в подсчете, но получается, что нет. А, нет, смотри, модифицируют. А ну-ка, давай. А, так в смысле, он меня ударил? Подожди, я не понял прикола. Надо же с оружием в руках начинать с ним говорить, нет? Нет, он, короче, ладно, тогда я его убираю. Оружие модернизируешь. А, так тут тоже про ластыночкин хвост идет информация. Жаль, у тебя ничего нет. Странно, ладно, хорошо, придется пушку менять. Без прицела, сами понимаете, такое себе. Ну и что у меня за квесты висит на Лукаше, я не понял. А, ну так Лукаш мне и дал квест перевести это с самой БТР. Угу, ладно. Аккумулятор на свалке. Также на свалке мы, возможно, найдем какие-то артефакты по квесту вопроса бессмертия. Мне там уже в комментариях строчат, давай выполним, давай выполним. Где он вообще? А, ну вот, собственно говоря, вопрос бессмертия, да, найти был лыжник. Что ж, отправляемся в таком случае на свалку. А у нас тут есть проводник, кстати? Походу нет. Ну и, в общем, уже непосредственно на свалке будем искать все дела. А вот смотри, тут еще есть. Планка Пикатинни продается отдельно, может быть, я смогу ее купить. А, ну что-то он сюда не ставится, кстати, походу, да? А ну, используюсь. Вы не можете установить этот аддон, не на один из стволов там было написано. Да в смысле, братишка? Ну, ладно, понял, погнали отсюда. Батюшки, что за перестрелок тут происходит? Куча собак напали на сталкеров. Ужас смотреть 18+. Ну и ребята, в общем-то, сами справляются благополучно. Одна, кто-то умер. Они даже части тела, кстати, собирают. Молодцы. А без выжил, да, получается? Ну, конечно, еще бы он не выжил. Олег Демон Гусаров. Это же какой-то там уникальный сталкер, да? По-моему, на него дают квест на уничтожение. Если мне память не изменяет. Давай-то ничего, куш, заберем тут какой-то. В рюкзачке. Ясно. Ничего особого. Ну и что я пришел сюда? Да, где-то тут надо найти аккумулятор, правильно? Ну, а вот, собственно, и он. Много, что ли, весит? 14 килограмм. А иконочка-то маленькая какая, господи. Ну и теперь это надо тащить. Блин, слушай, тяжело, конечно. На одной из мусорных куч у нас тут какой-то артефакт. Давайте подойдем поближе и посмотрим. Ё-моё, как счетчик там зашкаливает. Это булыжник, кстати. То, что нам надо. Забираем и срочно покидаем данное место. А то, блин, умру. В общем, ясно, булыжник был у нас на мусорной куче. Где искать остальные артефакты? Ну, даже не знаю. Какой-то артефакт там спавнится только во время дождя. Как видите, небо у нас, ну, не то чтобы ясное, но дождя нет. Какой-то там арт спавнится во время выброса, там сразу после выброса. Ё-моё. Ну, пока пойдем отдавать аккумулятор. Вы это видели только что? Просто резко наступила темнота. Что? Такое бывает? Я сейчас, короче, удивился на самом-то деле. А что, это выброс, типа, начинается или как? Никакой информации не было по поводу выброса. Да даже поставим вот этот артефакт. До выброса менее получаса. О-о-о, пошел процесс, ясненько. Давай мы пока переместимся-таки на армейские склады базы свободы. Потому что у нас появились как бы эти. О, я еще во время выброса прям переместился, прикинь. Аккумулятор-то надо отдать, правильно? Че там этот выброс? Сейчас, конечно, узнать бы, где спавнится артефакт после выброса, да? Первые там минуты или секунды, как он там? Вот, выброс тут идет, ребята прячутся, бегут. Ужас, страх, смерть. Но я понятия не имею, где он появляется, честно. А шуруп че? Шуруп-то куда делся? А, еще же надо три батарейки найти, я тупанул. Ну да, получается. Что же нам делать сейчас? Просто выброс пережидать. Выброс только закончился, я выскакиваю. Может, сейчас найду где-нибудь этот артефакт. Такой, знаешь, интересный, нет? Ну, он, скорее всего, тут не появляется, поэтому можно забить. Погода снова ясная, снова все прекрасно видно. Да, я как олух приперся сюда абсолютно просто так. Это меня тоже не радует. А там-ка есть что-нибудь, а ну-ка? Не. Ну, просто знаешь, он где угодно может после выброса спавниться, правильно? Теперь до следующего выброса ждать миллион лет и пытаться поймать тот арт. Вообще, довольно-таки непростое задание в плане того, что эти арты только тогда спавнятся. Те арты только в это время спавнятся. Тогда ночью, тогда во время дождя. Кстати, а давайте сходим к сумасшедшему сталкеру. У него антирады тут лежат какие-то. Переметы, ага, уху. Тишина, тишина, она везде, она повсюду, это тишина. Парень, с тобой все хорошо, ты меня видишь? Пустота, пустота в голове и некуда деваться. Эй, я тут, ты меня понимаешь? Зря я туда пошел, в ту деревню. Вижу, трупы у башни лежат. Смотрю на них, и у одного из них флешка. Я ее хвать, а потом звук. Звук в голове. Звук, который разрывал меня на части. Он становился все громче и громче. Я побежал, да, побежал. А потом, раз, и тишина. Она давит и давит на меня, все сильнее и сильнее с каждым днем. Не знаю, что со мной происходит. То ору и пытаюсь застрелить каждого. То сижу в уголке и пялись в одну точку. И все хуже и хуже мне. Хочешь, я помогу тебе? Как ты мне поможешь? Никто мне не поможет. Уже никто. Сам лучше спасайся, пока не поздно. Беги из этой зоны. Из этого сосредоточения ненависти, аучности, предательства и смерти. Беги, пока еще человек, пока не стал ее порождением. Всему свое время. Хочешь, что веду тебя на янтарь? Там есть человек, который может помочь. Сахаров? Не знаю. Все может быть. Хотя, вряд ли. Вряд ли он захочет вместе со мной слушать эту тишину. Но лучше хоть что-то сделать, пока окончательно не потерял себя. Ладно, веди меня, пока не поздно. Да, пошли. Все будет хорошо. Ага, то есть я его должен отнести к Сахарову. Лёнял пулемет у дурачка. Где он его откопал? Псих. Хорошо, пойдем отведем его. А три батарейки есть ли у меня? Я не помню. Ну слушай, пару должно быть точно. Жаль, конечно, их отдавать. Они имеют хорошие характеристики. Ну ладно. В общем, чел превращается в зомбаря, что ли? Что-то типа того, я так понял. По крайней мере, он сейчас только... Чего-чего тут? Перетащит предмет. Да какой предмет? Господи, я думал, тут можно труп обыскать. По крайней мере, он разговаривает, как зомбарь. Скоро папа вернется. Ну ё-моё, у нас еще отвлекается, что ли. Пойдем. Итак, одна батарейка лежит только. Прикинь. Хммм, ладно. Да слушай, вообще все, как бы у меня одна батарейка только. Даже тут нет, в тайнике. А ты думал, у меня тут может лежить. Да нет, вообще оказывается у меня. А где же мне их искать-то столько батареек? У меня есть просьба о личном характере. Можете выслушать? Да-да, я вас внимательно слушаю. Не согласитесь ли вы помочь одному бедняге? Объяснить ситуацию с психом. Ммм, даже не знаю, что сказать вам. Грустная и печальная история, не спорю. Помочь. Не мой профиль. Судя по вашему рассказу, сталкер повредился рассудком. Скорее всего, под воздействием контролеров деревни кровососов на армейских складах. В общем, помочь мог бы болотный доктор, но где он сейчас? На большую землю я его отправить не могу. Вряд ли мозг потерпел аномальные изменения, которые могли заинтересовать ученых. Вот если бы он был сотрудником нашей скромной лаборатории, но чего нет, того нет. Сам сталкер долго не протянет, исходя из вашей истории. Могу предположить, что у него сейчас острый депрессивный суицидальный психоз. Как вариант, необходимо как можно чаще находиться с ним рядом, и, возможно, психоз пройдет сам собой. В общем, удача вам. Извините, что не могу помочь. Эх, плохо. Ладно, спасибо за помощь. Такова жизнь, и не всегда получается сделать абсолютно все, что хочешь. Поверьте мне, пожилому человеку. А тебе случайно не 54 года, Сахаров, который много что повидал на своем пути? Ясненько, ясненько. Так, ну чё там квест обновленный и что? Рассказать психу о решении. Где он вообще? А куда он делся-то? А, вот ты прячешься, ну. Что-нибудь Сахаров ответил? Он отказал. Да, угадаю. Не его профиль. Я к нему как-то заходил. Он жмот почище Сидора будет, на самом деле. Я сразу же сказал, что так и будет. Тишина. Тишина всегда надвигается и надвигается. Ну, мы можем пойти, например, к болотному доктору. Он ведь точно поможет. Ты его видел хоть раз? Это очередная сказка. Этой проклятой зоны. В общем, похоже, что... А-а-а! Моя голова! Больно! Огонь в моей голове! Что случилось? Нет! Только не это! Только не это! Она опять пришла за мной! Нет, я не вынесу! Не вынесу это опять! Где оно? Где пистолет? Верь мне! Парень, извини меня, что я втянул тебя в это дело. Не нужно было этого делать. Извини. Я реально не могу терпеть это. Всё, я подошёл к краю. И мне не страшно сделать этот шаг. Да стой же ты! Чё, он реально застрелится? В смысле? Чё за прикол? Ага. В смысле провалено? Ам... А я мог как-то выполнить это задание? Я не понял. Флэш-диск сумасшедшего. Ну и чё там? А ну-ка. КПК сумасшедшего скачаны данные. Что ты там делаешь? Пистолет ПМ забрал, дурачок. Ну-ка. Тем более, по поводу доктора. Я же встречался с доктором. У меня есть с ним встреча. Я мог сказать, что да, доктор настоящий. КПК сумасшедшего сталкера. Сегодня мы отправились в деревню на очередную охоту за артефактами. Всё как всегда. Откуда взялась эта тварь? Не иначе как с радара пролезла. Все полегли. Я один. Попробую уйти ночью. Я не помню, как я выбрался. Это был настоящий ад. Моя голова раскалывается. Образы, звуки. Я не знаю, откуда они берутся. Чёрт, в радиации. И датчик, сука, сломался. Я должен сдохнуть, и мне станет легче. В смысле? А чё делать-то? Ну давай я перезагружусь. И не буду с ним разговаривать. Но, походу, так и должно быть. Вы напишите мне в комментарии, кто в этом шарит, кто в этом разбирается. А сейчас я, видимо, с этим дурачком должен таскаться, что ли. По всей зоне следить. Я просто не очень люблю напарников. Видишь, с ним по-любому надо разговаривать. Он отказал. Это то, пятое, десятое. Всё, я его тут оставил, чтобы он тут стоял. А сам? А сам я не знаю, чё делать. На него ещё и команда, вы хотите сказать, не работает. Алё, а тактика, жди здесь. Просто жди здесь, и будь насторожая. Ну, чё не так-то? Вроде стоит, окей. Уж не знаю, что это было. Что? Люгер какой-то, пистолет. Ладно, ясно. Я уж не буду вам показывать все тайники. Какие-то тут, которые я нахожу. Потому что, может быть, вам будет интересно там эти все тайники в сталкер ОГСЕ. Возможно, я заперю целое отдельное видео, да, как бы. И всё, посмотрите. Опа. Тайничок с артом неба, плёнка, кристалл. Ну, такая... Вот единственный вариант это в тайниках находить всё. Да, всё-таки я нашёл ещё одну батарейку. Тут ещё какие-то интересные арты. Ну, значит, осталась одна батарейка. Тут есть какой-то тайник Томпсона. Я, правда, не знаю, как к нему попасть. Сейчас попробуем. Тайник Томпсона это... Я помню, с кого-то прям падал. Я ещё это отметил. Говорю, вот какой-то тайник Томпсона. Вот теперь бы только попасть туда. Потому что тут невозможно как-то пройти. Опа, вы это видели? Вы видели, как меня только что переместило? Я не знаю, зачем я это сделал. Ну, откуда-то я знал, что тут есть проход. И, короче, таким образом мы попадаем сюда. Тут у нас тот самый тайник Томпсона. Может, тут тоже хоть одна какая-то батарейка появится? Только не пойму, что именно лутать. Потому что тут ничего не лутается, кстати говоря. В смысле ли? Живёт на инвентаре зомбированной. Вроде как бывший учёный. Так ему зомбари всякое барахло тащат. Надо не забыть сходить туда, если излучение пропадёт однажды. Хотя как попасть в этот лабиринт, непонятно. Но вроде по трубе можно пробраться. А, ну вот, да. Тут даже написано, кстати. Я этого не читал. Но я только не пойму, где здесь тайник. Потому что я как бы стою как бы вот туда. Ага, что-то сейчас было только что. Вот-вот-вот-вот. Ну-ка. Ага. Всё, отлично. Тут, короче, крутые арты. Но, к сожалению, нет батарейки. Прям к большущему сожалению. Это вроде был последний тайник на локации. Так что можно отсюда уходить. Где ещё настолько крутые тайники, что может выпасть батарейка? Я думаю, что это всё-таки армейские склады. Поэтому нам надо примерно в ту сторону идти. Тут даже, кстати, вот так палки торчат. Прикинь, короче, нашёл я прицел, который ставится. Вот только что вытащил из тайника. Ой, он, конечно, тоже 3D-шный. Но почему-то FPS не приседает. Что? Вот сейчас у меня 75 FPS. Как только я целюсь. А ну, ну, на пару FPS буквально приседает. 74 стало. Ой, меня ещё кто-то убил. Но я нашёл прицел. И, о чудо, в её мне приседает FPS. А, я ещё сохран... Да серьёзно, что ли? Опять я сохранился где-то там в жопе, когда я ещё был на базе свободы. Отлично. Опять, значит, подбирают прицел. А дело в том, что я немножко побавился с настройками. На этот раз перед записью видео. И, может быть, типа, у меня на других прицелах теперь тоже не будет FPS приседать, а? Лё, какие, смотри. Тут ещё и регулируется всё. Блин, классно. Вот когда это не лагает, это классно. Реально. Я, короче, потом посмотрю, подниму арбалет. Если теперь и там FPS не приседает, то это будет здорово. Да кто-то, по-моему, стрелял в прошлый раз-то, а? Тварь такие. Спокойно им не живётся, ты посмотри. Наемники, дурачки, вы чё припёрлись-то, я не понял. Блин, химера припёрлась, ты чё, дура? Малая-то в своём уме? Короче, я пошёл, пусть химера нападает на наёмников. Мне она не нужна. Я вообще иду тайник лутать, отстаньте от меня. А именно, значит, возле вертелёта посмотрю, что тут прячется. Ну и там далее. В общем, как только найду батарейку, мы с вами по-любому свяжемся. А, ты сюда припёрлась, дура, да? Есть гадючка, лежит и патроны. Натовские. В общем, натовский тайник. Тут у нас выверт. Ладно, я пошёл. Тоже вкусные артефакты, но, к сожалению, не то. Тут ещё какой-то Яша-спорчик мёртвый. Ага, то есть я ему помог, а он вот так вот, да, значит, поступил? Подскочил и убить меня собрался. Странно, что вообще эту возможность оставили. Если они после этого к тебе не становятся лучше. Если они после помощи твоей не относятся к тебе лучше. Ну давай. Опа, странно, а в баре уже подседает фпс. Это странно, реально. То есть, вот у меня 75, да? Оба, начинаю прицеливаться, падай до 57, 62, 59. Вот такие вот просадки. Ну это странно, там на армейках падение было буквально пару фпс. То есть там 75, у меня, по-моему, 73, 2, там максимум, да? А тут 75, оба, 62, 55, вот есть 60. Странно, странно, ребят. Может, типа, местами норм, местами не норм. Где-то на каких-то локациях, может быть, это лучше оптимизировано, чем на других. О, а тут опять пару фпс приседания. Эээ, я не знаю, от чего это зависит, ребят, вообще ни понятия не имею. Но я зачем пришёл, я хотел проверить. Вот я точно помню, что я цервился с жижки и реально жёстко падал фпс. Как же будет сейчас? Тьфу, серьёзно? Не падает? Короче, в такой случае я должен, наверное, вам сказать, что я такого сделал, чтобы, мало ли, кто-то из вас, если будет, да, играть... Блин, слушай, тогда, может, мне жижку взять лучше? У жижки урон, правда, поменьше, но и точность лучше. Короче, я зашёл в настройки, поставил лимит фпс без ограничений. То есть, я не знаю, что влияет, но я скажу всё то, что проделал лично я. Сегодня, перед записью новой серии, вот когда у меня, наконец-то, прицелы стали нормально работать. У меня было раньше 60 кадров, я поставил без ограничений лимит фпс. Далее, в расширенных настройках я повысил детализацию объектов. У меня что-то было вот где-то тут. Дальность видимости я на фулл повысил, потому что у меня было тоже где-то там не полностью. Так, далее. Плотность травы я маленько всё-таки снизил. Далее я поставил разрешение карт теней максимальное, хотя у меня было что-то типа вот тут. Ну, самое минимальное вроде как было. Далее я убрал частота 60 герц, у меня стояло, и включил вертикальную синхронизацию. У меня монитор получается 75 герц. И вот сейчас у меня всё прекрасно в 75. Частота 60 герц я убрал. Тень от главного героя включил. И, в принципе, больше я тут ничего не менял. Я не знаю, что конкретно из проделанных мной манипуляций повлияло на то, что у меня теперь 3D прицелы нормальные. Если кто-то разбирается, напишите, пожалуйста, в комментарии. Мне реально очень интересно, чтобы на будущее как бы знать, что я не так делаю по настройкам, что так. Это было бы очень интересно, спасибо. Так, ну и что тогда? Не, я всё-таки, наверное, эту пушку оставлю, потому что у меня чуть повыше урон. Хоть и ниже точность, и остальные характеристики страдают, но всё же. А ну-ка, арбалет тоже, я хочу прям это увидеть. Да, арбалет тоже. Посмотри, какой он теперь гладкий, какой он теперь... Ааа, просто божественно, я не знаю, что сказать. Но арбалет мне чисто самому не нравится, поэтому я с ним не буду играть. Так, ну и что я пришёл-то? Да ничего, просто чтобы оружие посмотреть, Сейчас мы с вами перемещаемся на дикую. Будем там пытаться найти батарейку одну. А то сейчас как-то всё в тупичок небольшой стало. Блин, тут же какая-то дикая территория забаганная, и, короче, тайники не видно. Но они тут есть. Вот, например, по карте мы видим вообще, что их куча, да, по мини-карте. А по основной карте нет. Это странно. Ну, давай будем пытаться сейчас брать, собирать их. У меня будут... Я почему-то уверен, что я тут найду батарейку, вот я. Опа, сразу же вкусные артефакты в первом тайнике. Меня это прям радует. Кстати, мне, похоже, выпал тайник счастливчика, помним? К сожалению, мы не сможем посмотреть его тут название, но это точно он, вот в том ящике, в оригинале. Кто смотрел мои тайники ТЧ, тот знает прекрасно, что это за тайник. Как его буквально невозможно получить. Давайте, наконец, посмотрим. Тут у нас лежит гроза, патроны к ней и заряды. Ну, неплохой тайник, неплохой. Я пришёл на агропром к болотцу, и вижу тут какой-то артефакт. Возможно, тот самый. И, похоже, да. Похоже, это всё-таки тот самый арт. Ладно, я объясню, почему я сюда не пошёл сразу. Потому что я был уверен, что я уже его брал. Вот я не знаю, почему, но я был уверен. Возможно, потому что я одновременно на стримах тоже там прохожу сталкер тень Чурнобыля. И вот тут я за батарейку забирал. И знаешь, я так типа, ну запутался, что ли, как это сказать? В общем, был уверен, что я его взял. Но нет, оказывается, не взял. Вот он, пожалуйста. Окей, теперь у нас есть три батарейки. И с ними мы можем, наконец-то, возвращаться к Чурупу. Или, подожди, или нам сразу туда идти? Ладно, сейчас узнаем, не паникуйте. А, то есть я могу вот этого рядового вывести к торговцу на кордоне? Лучше на глаза сталкерами попадаться. Мне бы переодеться во что-нибудь куртку обычную или комбез простой. А то подстрелят меня, к гадалке не ходи. Давай так, ты принеси мне лошту переодеться, а потом двинем на кордон, хорошо? А вот, что ещё вспомнил. В общем, слухи в казарме ходили, что разведка безопасный проход разнюхала между агропромом и кордоном. Вроде бы нашли тропинку, как пройти. Рапорта все у командира хранятся на третьем этаже, в синем ящике. И отчёт разведки там же должен быть. Хорошо бы найти эти документы, легче будет и тебе, и мне, постарайся найти их тоже. Хорошо. В общем, помочь десертиру. Надо ему куртянку какую-то принести, да, я так понял? Но сначала сходить за аэропортами, да? Или как, вообще чё, помочь? А каким образом-то помочь? Найти десертирую одежду, понятно. Обычная куртка или сталкерский комбез подойдут. Также стоит забрать документы, всё понятно. К нему мы вернёмся уже в следующей серии, скорее всего. Потому что я уже что-то долго, я так понял, записываю. Хотя, если из этого времени минус со мной беготню, то что останется вообще? Ну что, сейчас я буду обратно пытаться пройти на янтарь, оттуда через проводника всё-таки к шурупу. Давайте довыполним таки этот квест, ну а потом посмотрим. Да, всё это я приношу шурупу. Блин, дорого-дорого, конечно, прикинь, три батарейки отдать. Тем более их дефицит получается. Хотя я помню, блин, что у меня была, ну была у меня, видимо, одна. Ну я вот и был уверен, что у меня две их было. Короче, пораздавал я их куда-то, сам не помню куда, а теперь расхлёбываю. Ладно, я нашёл аккумулятор и арты для его зарядки. Зашибись, мэн! Давай их сюда, гляну. Вот, держи. Так, посмотрим. Да, это то, что надо. Пластины в хорошем состоянии. Электролит пересох. Но не беда, у меня кислота есть, промою, заполню. Потом отцикловать и зарядить, и можно будет использовать. Сколько времени это займёт? Ну, вообще, часов шесть, я думаю. Сходи пока проветрить, хочешь, поспи. Или с мужиками вон водочки наверни. И приходи, я дам его тебе. Отлично. Пойду тогда, пока передохну. Задолбался его переть со свалки. Ну вот, собственно, и всё. Дождаться, пока он доделает, и... Забираем аккумулятор, идём обратно в городок 32, садимся за беттер. Далее. Выезжаем с болот, едем, переходим, подъезжаем, и всё, в принципе, шикарно. Вот такие дела. В общем, такая тема. Я поспал маленько, меня уже позвал к себе шуруп. Но, свободовцы для меня друзья, да? Как бы я много помог, все дела. Смотрите, если я пропрыгну сюда, к ним на склад. А вы же не против, ребят, да? А ну-ка, вообще с ним можно по этому поводу поговорить? Потусим вместе веселее. Нет, не обижайся. Ладно, понятно, короче. Он прямо сейчас на меня будет смотреть, как я ему ломаю дверь. Ну, я, собственно, ломаю, захожу, и, как видите, для меня, в принципе-то, никто не краснеет. То есть, им по боку. А тут у нас что? Тут у нас арбалет, какие-то выстрелы, воги, какие-то арбалетные стрелы. Конкретно с этой стороны, да? Тут, в принципе, ничего. Далее у нас есть какие-то шкафы, в них тоже вроде что-то есть, только что я видел, не? Ну да, вроде что-то есть, но это не главное. Смотрите, значит. Ящик номер один, тут у нас 7 зарядов, РПГ, СВДшка, всё дела. А тут у нас, значит, один костюм Страж Свободы и ещё один костюм Страж Свободы с ЗС. Короче, одет сверху у него экзоскелет, который мы можем, в принципе, демонтировать и одеть на свой долговский. Вот только я теперь не понимаю, что лучше по характеристикам, поэтому пойдём мы сейчас с собой к шурупу починим свой долговский комбез. И уже то, что лучше, потому что по классификации они вроде одинаковые. Ну, в иерархии бронежилета в группировке они вроде занимают одинаковую позицию. Это вроде не самые такие стандартные, но типа нормально, там знаешь, как для опытных. Значит так, ты не занят, давай для начала починимся, как я и говорил. И вот охотничий ЗК, полный ремонт, М-ку тоже давай починим. И вот теперь, значит, вот единственное, что я уже говорил, очень удобно в ОГСЕ, это то, что я не могу, не одевая костюм, посмотреть его характеристики. Вот это огромный минус. Так, ну и что мы видим? 77 разрыв. Ну, надо снять по-хорошему экзоскелет, чтобы сравнивать, да? Вот он, вот он, дура такая экзоскелетная. Смотри, значит, во-первых, по стандарту у нас на 10 килограмм больше поднимает Долговская броня. Это уже кое о чем говорит, правильно? Из-за крупноговорительного бронекостюма, мешающего монтажу броники расы, невозможно установить экзоскелет второго поколения Витязь. А, ну у нас, видимо, первого поколения. Да-да-да. Ну ничего. Что? Страж Свобода лучше по уровню пульс защиты. Смотри, 4-2-3, а у нас 3-1-2. Это очень странно. Ну ладно. Давайте запомним характеристики. У Долговского, значит, ожог 15, электрошок 15. Тут ожог 15, электрошока тут нет вообще. Что, конечно же, расстраивает. Далее у нас идет удар 25, разрыв 45 у Долговского. У Свободовского удар 50, разрыв 70. Ну ничего себе. У нас же ведь охотничий костюм, вы не забыли об этом? У меня новый костюм, если что, вот, смотрите, Долговский новый, охотничий. Разрыв 45, у этого 70, вы что, прикалываетесь? Ладно. Псевоздействие есть. Радиация 30, у Свободовского псевоздействие 15. У нашего радиация 25, псевоздействие 0. Химожок у нашего 10, взрыв 35. Здесь Химожок 20, взрыв 45. Короче, понятно, да? Свободовский лучше будет. Ё-моё, я даже в шоке, честно признаться. Как его там использовать? Ага. Я реально сейчас в шоке. Я думал, типа Долговский комбез будет самый такой крутой, знаешь, forever. Но оказалось, нет. Ладно. Не страшно, будем ходить в Свободовском. Долговский нам ослужил добрую службу практически, там, чуть ли не с самого начала. Ну и теперь мы можем поднимать дополнительно 40 килограмм. А если еще и убрать тут много чего лишнего, то вообще будет такой большой запас. Ну и что там по поводу аккумулятора? Заряженный автомобильный аккумулятор, походный ремкомплект, канистра. Отлично. Вот он у меня тут. Но тебе не только он понадобится. Вот еще. Помимо него ремкомплект, отремонтируешь, что можешь по ходу дела. И вот канистра с горючкой. Тяжеловато, конечно, будет. Но что сделаешь? Оно тебе все нужно. О, блин. Как бы до этого беттера дотащить? Ну, что сделать? Не бегать же тебе три раза. Уж постарайся как-то. Ладно, попробуй как-нибудь. Обалдеть. А со мной послать дополнительного бойца? А не, не вариант. Ну да, 10 килограмм, извините меня. Один килограмм тут всего лишь. И... Где аккумулятор? Видишь, он маленький. Вот он такой. 14 килограмм. Как весил, так и весит. Ну ничего, так как у меня теперь экза. Я думаю, что я ее вполне себе законно взял. Никто на меня не заагрился за это. Еще бы они на меня заагрились. Из-за чего это? Я им так много помог. Я сейчас опять я им помогу принесу. Этот бронетранспортер. Время полпятого, конечно, темновато. Но в целом ок. О, какой ПНВ тут. Ну все, на месте уже встретимся. О, волк живой. Дура, ты посмотри, ни хрена у него пулемет. Ё-моё, да это же танковый какой-то. Ничего себе, дед, тебе не тяжело? Не желаешь составить мне компанию? Так, подожди, сохранимся перед этим. А чего бы... Ах, что? Его можно взять к себе в отряд. Вот такого дурака с такой пулемерой. Блин, слушай, это вообще ни хреновая ситуация. В принципе, так можно... Лё, тебе... Ха-ха-ха-ха-ха. Как ему не тяжело вообще? Но я, пожалуй, не буду его брать. Если вы что-то там прям сбунтуетесь в комментариях. Скажете, давай, давай, такую дуру с пулеметом возьмем. Тогда возьмем. Так, ну и волк. Это не волк? Нет, это не волк, это косяк. Стоп, а где волк-то? Только что был здесь. Тьфу, вот он волк. Стой, волчара. О, кого я вижу? Волк. А тебя-то сюда каким ветром занесло? Да, старый мой приятель, череп, помощи попросил. Он же в долге состоял. А сейчас малость от рук отбился. Поссорился жестоко со своим начальством. Хочет силой решить вопросы с анархистами. А доступ к арсиналу у его команды нет больше. Вернуться, глядишь, еще и снарягу отберут за неподчинение приказам. Ну и вот. Попросил он меня по старой дружбе его выручить. Ящик динамита ему срочно понадобился. Дело не хитрое. У меня он давно хранится. А я один хрен собирался еще одну вылазку за хабаром сюда сделать. Ну и тут, раз такая срочность, взял я ящик, оставил фаната за мальчишками приглядывать. Мальчишками. Мальчишек, мачи симпатичных будем. И, короче, выдвинулся сюда. О как. А динамит-то ему на кой ляд? Да хрен его поймет. Ненависти к укуркам этим. Боюсь из-за него. Себя угробит и ребят своих. Они же его слушают беспрекословно. М-м-м-м, вот дела. Ага, ничего хорошего точно не будет. Я тебе меченый. Вот что скажу. Если что, держись от него подальше. Целей будешь. Ладно, поглядим. Да тут, в принципе, все он уже в мэр. Вид у тебя серьезный, беспокоит что? Есть такое дело. Хм, не так давно мне заказ один пришел. На динамит. Хотел отказаться, но не могу. Ну, в общем, это не важно. Динамит этот спрятан в тепловозе, который навернулся с рельс и валяется у путей. Там еще фонит дико. Кстати, в этом месте нет колючки вдоль нацепи. Задача не сложная. Нужно будет только найти этот ящик и принести его мне. Понятно, это я вначале еще должен был выполнять, да? Больше от тебя ничего не требуется. Если вдруг со мной что случится, отнеси его на армейские склады. По рукам я постараюсь найти динамит. Ну, блин, я чуть боюсь этот квест брать. Да, возьмем. То есть, в принципе, ладно. Хотя, опять-таки, да, выполнить я должен был этот квест еще очень давно. Вот это встреча. Вообще не ожидал тут волка встретить, если честно. Ну и продолжаем уйти в мертвый город. Расстроило меня то, что мне тогда там награду не дали за то, что я уничтожил мозг. Ну, мне дал награду лично полковника. Остальных, что это не касалось, они все должны были мне там скинуться. Мол, там, ооо, спасибо тебе большое за такую помощь, меченый, а.к.а. стрелок. Ты нам реально очень помог. Вот тебе там, не знаю, хотя бы 30-50 тысяч рублей. Не, ничего подобного. Че это тут светится, я не понял. Ооо, мамины бусы, серьезно? Ше. Ну, это нихеру арт. Ну, че, вот так вот может просто появиться и все? Не, я-то не против, пусть будет. У меня хуже целая куча. Там вон еще что-то смотрю. Ясно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok